Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «События» в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. На защите прав и интересов трудящихся в преддверии Дня весны и труда губернатор Самарской области Дмитрий Азаров наградил лучших работников профсоюзов. Один из первых объектов – проспект юных пионеров. В Самаре идут работы по нанесению разметки на дорогах. Особое внимание знаковым местам, в которых пройдут мероприятия, приуроченные к 9 мая. К 165-летию со дня рождения в Музее Модерна открылась выставка, посвященная самарскому архитектору Александру Щербачеву. В церемонии открытия приняла участие глава города Елена Лапушкина. Убрать территории, вывести мусор и напомнить о том, что локации участвуют в рейтинговом голосовании в рамках федеральной программы. В Самаре привели в порядок парк Воронежские озера. Праздник мира, добра, радости и обновления природы. В этнопарке «Дружба народов мира» отметили Навруз. Они отстаивают права работников предприятий и борются с несправедливостью. В Самаре сегодня чествовали сотрудников профсоюзов. Лучшие накануне Дня труда получили почетные знаки из рук губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Подробности в нашем сюжете. Когда-то они подвергались гонениям, а сегодня на сцене получают заслуженные награды. Эти люди выполняют непростую задачу – защищают права трудящихся. Первый профсоюз в России появился в 1905 году. Он отстаивал права работников печатного дела. Вскоре образовались и другие профсоюзы, но им запретили работать, и они ушли в подполье. Официальная организация – Федерация независимых профсоюзов России – появилась в 1990 году. Сегодня, в преддверии Дня весны и труда, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров лучшим работникам профсоюзов вручил памятные знаки. Несмотря на это, наша задача не просто сохранить статус КВО в экономике, а обеспечить рост промышленного и технологического потенциала губерниям, внести вновь свою лепту в достижении технологического суверенитета нашей страны, опережающего развитие экономики. И я уверен, что Самарская область, как опорный край державы, свою значительную лепту внесет. Мы делаем это уже сегодня. Решить эти задачи без человека труда, нацеленного на результат, и высокопроизводительный труд без активной поддержки трудовых коллективов со стороны профсоюзов – просто невозможно. Любовь Черни проработала в профсоюзе более 30 лет, а выйдя на пенсию, создала Совет ветеранов при областном союзе Федерации профсоюзов. У нас были другие задачи, более глобальные. Это использование правозаконодательной инициативы, что касается, например, каких-то социальных законов Самарской области. Это оказание конкретной помощи тем же советам ветеранов на предприятиях, если что-то не получается, какие-то возникают проблемы. Работники профсоюзов оказывают активную поддержку семьям, в которых мужья и отцы отправились в зону СВО. Собирают гуманитарную помощь самим бойцам. Сейчас также организован сбор для бойцов СВО в рамках первомайской акции. Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил работников профсоюзов за активную жизненную позицию. В конце встречи председатели профсоюзов отметили, что разделяют позицию президента страны и поддерживают выдвижение губернатора Дмитрия Азарова на выборы главы региона. Виктория Шарая, Григорий Плешаков. События. Любимое место отдыха горожан и гостей города. Самарскую набережную активно готовят к летнему сезону. Приводят в порядок газоны, высаживают цветы, красят бордюры, устанавливают лавочки и отмывают скульптурные композиции. Сегодня в центре внимания памятник князю Григорию Засекину. Какие работы сегодня вели на монументе, расскажет Галина Топилина. В рамках месячника по благоустройству сотрудники профильного предприятия приводят в надлежащий вид памятники и скульптуры, расположенные на Самарской набережной. Скульптурные композиции, которые у нас есть, они где-то у нас, мы их красим. То есть, если они там покрасочные покрытия, моем, естественно, перед тем, как покрасить. Ну и проводим тоже определенные чистки. Памятнику князю Григорию Засекину, основателю Самары, уделяется особое внимание. Это центральная скульптурная композиция набережной. Монумент тщательно протирают, избавляясь от пыли. Потом покрывают специальным составом, содержащим в том числе масла и парафин. Состав создает защитный слой, позволяет уберечь памятник от новых загрязнений, коррозии, окисления и создает блеск на солнце. Делаем все вручную. Щетки, тряпки, губки, чтобы и памятник их сберечь, и эффект лучше достойный стиль. Качество проделанной работы оценили жители города. Мария Касьяненко, заместитель директора по воспитательной работе школы номер 140, рассказывает, что именно сегодня они вместе с учениками пришли к памятнику записать экскурсионный ролик о Самаре. Ухоженный внешний вид монумента оставил приятное впечатление. Наша красивая набережная. Приезжают гости, проходят по нашей набережной и как раз этот видит замечательный памятник. Работа по очистке скульптур, расположенных на Самарской набережной, проводится регулярно. Обязательно в преддверии лета и ко дню города. Галина Топилина, Николай Епифанов, События. Жители, общественники и представители администрации промышленного района Самары вышли на уборку территории Воронежских озер. Основная задача – убрать и вывести мусор. А еще напомнить, что Воронежские озера претендуют на третий этап благоустройства, которое проходит в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». С подробностями Светлана Кудрявцева. Этот уголок природы с водоемами и дубами знаком каждому жителю промышленного района Самары. Парк Воронежские озера в любое время года притягивает гостей. В этот раз он собрал желающих навести чистоту и порядок. Убрать территорию после зимы вышли представители районной администрации, общественники, жильцы домов. Мы здесь собираем мусор, в основном это пластик, стеклянные бутылки, оставшиеся от нерадивых жителей. Возможно, какие-то листья, опавшие с прошлого года. Все местные жители здесь, как правило, собираются для того, чтобы отдохнуть. Естественно, в грязи отдыхать было бы некомфортно. Естественно, после зимнего периода здесь образуется очень много мусора. И поэтому мы с жителями, с администрацией в весенний период выходим помогать паркам убирать этот мусор. Потому что очень большое количество людей любит и знает этот парк. Уборка идет в рамках месячника по благоустройству на территории всего района. И жители активно участвуют и в средниках, и в субботниках. Всего у нас за период месячника приняло участие население более 54 тысяч человек. И вывезено 9 тысяч кубометров мусора. Почему именно Воронежские озера? У нас данная территория принимает участие в голосовании по программе формирования комфорта городской среды. Жители активно этот проект поддерживают. Мы уже победили в голосовании за первый этап благоустройства. Он уже выполнил со стороны империи и дублера Московского шоссе. В этом году также благодаря поддержке жителей будет выполнен этап благоустройства второй. И мы голосуем сегодня за третий этап. Проголосовать можно было и во время уборки территории. В этом помогали волонтеры. Они отправляют голоса через специальное приложение по номеру телефона. Поддержать любимое городское пространство можно также на платформе 63.городсреда.ру. Голосование идет до конца мая. Если парк Воронежские озера выйдет в лидеры, в следующем году его ждет третий этап благоустройства в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». В Самаре все активнее выполняют работы по нанесению дорожной разметки. Один из первых объектов – проспект «Юных пионеров», где развернутся праздничные акции, посвященные 1 мая и Дню Победы. Всего в этом году на дорогах города нарисуют более 120 тысяч квадратных метров стоп-линий, пешеходных переходов, осевых и разделительных полос. Подробнее в нашем сюжете. Термопластиком дорожные рабочие наполняют специальную емкость разметочной машины. В этом котле будет поддерживаться необходимая температура материала для того, чтобы наносить его на дорогу. Сначала делают предварительную разметку – это тонкая белая линия, а затем уже машина по этой линии рисует основные. Из соседней с термопластиком емкости на свежую разметку добавляют и специальные световозвращающие стеклянные шарики, которые позволяют лучше видеть разметку ночью. В котлах варится сам материал. Шарики вот эти вот, они добавляются отдельно уже перед нанесением. То есть пластик наносится и следовательно наносятся шарики. Пара светит, разметка отражается. Только за одну ночь можно нанести от 200 до 400 квадратных метров разметки, поясняют специалисты. Горячий термопластик предназначен для основных линий, например, осевых и для обозначения пешеходных переходов. Холодным пластиком наносится разметка «Дети» возле объектов образовательной сферы. Нанесение разметки на дороги – один из важнейших видов работ дорожно-строительного сезона. Размеченные дороги позволяют водителям лучше контролировать ситуацию на дороге, что повышает безопасность дорожного движения. Весь цикл работ проходит под контролем Департамента городского хозяйства. Гарантия на разметку – 12 месяцев. Если она вдруг сотрется раньше, то подрядчик восстановит линии за свой счет. ГОСТам прописано максимально возможный сход разметки. То есть, если на определенном участке в период эксплуатации данное замечание выполнено, подрядчик по гарантийным обязательствам восстановит линии разметки. Работа запланирована до конца августа. На объектах уличной дорожной сети во всех внутригородских районах Самары нанесут в общей сложности более 120 тысяч квадратных метров разметки. В том числе и на улицах, которые будут отремонтированы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». А пока проспект «Юных пионеров» стал одним из первых участков, поскольку здесь расположена аллея трудовой славы, которая станет одной из площадок празднования 1 мая и Дня Победы. Поэтому важно оперативно привести территорию в порядок. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров, Сергей Баскин. События. В Самаре продолжается строительство новой станции метро «Театральная». Сегодня представители заказчика метростроя, подрядные организации и других городских и областных профильных служб встретились с первым вице-мэром Владимиром Василенко. На совещании обсудили результаты уже выполненных работ, определили новые задачи и сроки их производства. О том, как продвигается строительство, расскажут наши корреспонденты. Строительство станции метро «Театральная» ведется в двух локациях. В районе перекрестка улиц Новосадовой и Полевой и у площади имени Куйбышева. Одно из тем сегодняшнего совещания, которое провел первый заместитель главы Самары Владимир Василенко, стали работы в первую неделю мая. Речь шла и о коллекторе, построенном в начале прошлого века на средства купца фон Вакана и применяемых материалах. Двокомпонентная смола. Минимизируем влияние на него от будущей проходки за счет укрепления грунтового массива вокруг. Там же начнут устанавливать камеры видеонаблюдения для мониторинга коллектора во время работ. На это потребуется несколько дней. В районе перекрестка улиц Вилоновской и Галкотеоновской необходимо завершить переустройство инженерных коммуникаций. Врезка по водоводу она будет. Это только одна позиция. По остальным сетям пока поставили на паузу, потому что в рамках прохождения проектирования, вернее, в рамках рассмотрения проектирования, те куски проекта, которые получили экспертизу, они работают, а те, которые сегодня в данной ситуации рассматривается вопрос о целесообразности и надо ли все сети, которые на сегодняшний день вначале попадали в зону, будем говорить, строительство метро переустраивать или не надо, вот это будет известно тоже в мае месяце. Со 2 по 6 мая застрой площадки будут вывозить грунт. В таком же графике работы по горизонтальному наклонному бурению. Все, что связано с инженерией, не будет мешать проведению праздничных мероприятий. Работы приостановят 1 мая. На перекрестке улиц Полевой и Новосадовой работы будут вестись в штатном порядке. Работы по фундаментной плите, полностью крепление котлована с разработкой. Сейчас продолжается работа по подготовке непосредственного места под монтаж ТПМК в связи с тем, что это вызвано необходимостью затолкивать хвост ТПМК в существующую камеру съездок. В ближайшее время из Москвы прибудет автокран для начала сборки второго тоннеля проходчика в районе Полевой. На совещании стало известно, что после 9 мая рассмотрят вопрос о закрытии участка улицы Самарской. Это связано с устройством котлована для предстоящей проходки. Светлана Тимофеева, Сергей Баскин. События. Двухдневный семинар, посвященный разработке экспозиции нового корпуса Музейно-выставочного центра «Самара-Космическая», прошел в Центральной городской библиотеке имени Крупской. В проектных сессиях приняли участие студенческое и экспертное сообщество. Подробности расскажет Александр Гусева. Идея построить в Самаре полнокупольный планетарий зрела долгие годы. И первый шаг навстречу звездам все-таки был сделан в День космонавтики 12 апреля 2021 года. Тогда губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в закладке первого камня в основании планетария. Сейчас ведется его активное строительство. А в это время студенческое и экспертное сообщество делится своим опытом, идеями и видением того, каким должна быть экспозиция планетария. Результатом нашей сегодняшней работы, двухдневной нашей проектной сессии, безусловно, будет являться компоненты, которые лягут в основу формирования концепции, содержательной концепции всего планетария, всех пяти этажей. На базе Центральной городской библиотеки имени Крупской прошел двухдневный семинар, посвященный разработке экспозиции планетария. В первый день в проектной сессии приняли участие представители студенческого сообщества и объединений, занимающихся изучением космоса. Планетарий является якорной функцией, но у нас есть еще пространство, которое будет экспозицией, которое может обрамлять планетарий и, соответственно, раскрывать какие-то смыслы. И в рамках проектного семинара наша задача, с одной стороны, выслушать ребят, а с другой стороны, предложить некоторую методику, по которой мы можем это знание из них получить, для того, чтобы потом структурировать, для того, чтобы создавать этот проект. Тема космоса обширна, поэтому было принято решение использовать методику мозгового штурма. Каждый участник написал свои идеи и мысли, касающиеся теоретического и практического наполнения экспозиции планетария. Затем в группах обсуждались и дорабатывались самые интересные предложения. Все идеи проходят во время процесса. Это логично, как студент физической факультеты говорил. То есть самое главное тут не останавливаться на достигнутом и проявлять свои идеи дальше, дальше и дальше. Десятки идей были рассмотрены на втором семинаре, главными участниками которого стали представители экспертного сообщества. Их задачей было оценить опыт других городов и отобрать самые перспективные идеи, разработанные ранее студентами. В качестве почетного эксперта на второй встрече выступила Фаина Рублева, научный директор московского планетария. Она поделилась своим опытом и подсказала, на что следует обратить особое внимание. Тематика планетария подразумевает присутствие в космосе человека. Создать атмосферу такую, чтобы человек, приходя к планетарии, мог ощутить себя совершенно в другой реальности. Можно ощутить себя среди звезд планет, среди каких-то интересных небесных объектов. И тогда его внимание сразу переключается. Эксперты рассчитывают, что самарский планетарий станет местом притяжения для всех. На этой площадке будут представлены разные тематические проекты, разные выставки. Но кроме того, чтобы ознакомиться с звездным небом, я думаю, что это будет еще информационная большая площадка. Тем более там будет большое выставочное пространство, где будут представлены достижения Самары и самарских предприятий. Значение города Самары в истории освоения космоса невозможно переоценить. На протяжении долгих лет оборонно-промышленные предприятия нашего города наращивали темпы производства, постоянно развиваясь, в том числе и в космической сфере. Это единственный город, в котором осуществляется весь комплекс – проектирование, конструирование и сборка космических аппаратов и самолетов, а также подготовка профессиональных кадров. И, конечно же, в планетарии будет отведено особое место значению Самары в освоении космоса. Александра Гусева, Николай Епифанов, Николай Сидоров. События. В Самаре продолжают свою работу пункты отбора на контрактную службу. Начальник пункта Алексей Савченко и первый заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Олег Рубежанский ответили на вопросы, которые интересуют граждан. Как оформить контракт, узнала Светлана Тимофеева. Стрелки, гранатометчики, экипажи танков. Сегодня это самые востребованные военные специальности для службы по контракту. Но даже если гражданин имеет сугубо гражданскую специальность и никогда не служил в рядах вооруженных сил, заявления у него примут. Сделать это можно тремя способами. Лично обратиться в пункт отбора в Самаре или комиссариат по месту жительства. Подать заявление через портал госуслуги, либо на официальном сайте Минобороны. Мы рассматриваем, во-первых, есть ли у него военно-учетная специальность, подбираем ему должность в соответствии с той военно-учетной специальностью, которую он приобрел в период прохождения военной службы. Если он ранее не служил, либо проходил службу, будем так говорить, федеральных органов господинной власти, либо просто где-то работал в бюджетах либо коммерческих организаций, мы подберем, согласно его полученному образованию, и профили должности в рядах вооруженных сил. Для тех, кто находится в зоне СВО и их семей, разработаны меры поддержки. Как на федеральном, так и на региональном уровнях. В Самарской области по поручению губернатора Дмитрия Азарова создана единая цифровая платформа – социальный паспорт семьи. Он включает в себя 18 мер поддержки, которые отражают практически все нужды родственников военнослужащих. Никаких здесь не будет, а вы обратитесь туда, обратитесь сюда, или сходите еще куда-то. Эта ситуация исключена. Поэтому мы работаем в этом направлении, отшлифовываем все эти механизмы. Здесь очень важная задача, чтобы ребята, те, которые находятся там, чувствовали поддержку здесь, что семьи не брошены, что семьи под защитой государства, и все, в чем сегодня семья нуждается, и члены семьи, это будет исполнено. У них должна быть стопроцентная в этом уверенность. Так должно быть построено, и так построено сегодня на территории региона. Заключить контракт с Министерством обороны может любой гражданин России в возрасте от 18 до 65 лет. Если медкомиссия признает кандидата годным, вся процедура займет не более трех дней. Многие идут защищать свою родину. Тот патриотизм, про который мы говорим, он присутствует, и никуда он не делся. Мы все понимаем, что сейчас нам необходимо одержать победу в этой специальной военной операции. Ну и, конечно же, государство не оставляет без поддержки. Узнать подробнее о том, как заключить контракт, и какие меры поддержки предлагает государство, можно на официальном сайте Министерства обороны или по телефону горячей линии 117. Светлана Тимофеева, Сергей Баскин. События. Яркий и уникальный облик Самары – его рук дело. В Самаре в Музее Модерна открылась выставка фотографий и личных вещей Александра Щербачева. С 1889 по 1899 годы он занимал должность городского архитектора. Им построено около 50 зданий, среди которых особняк Сурошникова, дома Челышова, Шахабаловская больница, духовное училище, римско-католический храм и особняк Клотта. Подробнее о выставке Виктория Шарая. Уникальные фотографии из архива семьи Щербачевых, представленные публике впервые. Личные вещи архитектора, а также фотографии построенных им зданий. В Музее Модерна открылась выставка, посвященная жизни и творчеству самарского архитектора Александра Щербачева. Она приурочена к 165-летию со дня его рождения. Мы очень рады, что эта выставка у нас состоялась. Мы очень рады, что потомок семьи Щербачевых, Ольга Михайловна Щербачева, у которой хранится эта коллекция, этот семейный архив, вместе с Виталием Смогоровым решили создать, представить публике вот такую прекрасную выставку, посвященную нашему архитектору. Он буквально создал облик Самары с 1889 по 1899 годы. Александр Щербачев занимал должность городского архитектора. В его обязанности входила разработка проектов на возведение зданий, выдача разрешений на строительство, контроль за соблюдением строительного устава. После ухода с должности он продолжил работу уже в частной мастерской. С 1900 по 1912 годы им построено около 50 зданий, среди которых особняк Сурошникова, дома Челышова, Шаховаловская больница, духовное училище, римско-католический храм и особняк Клотта, в котором сейчас размещается детская картинная галерея. Ознакомиться с уникальными экспонатами в музей Модерна приехали глава Самары Елена Лапушкина и министр культуры Самарской области Ирина Калягина. Конечно, если говорить сегодня о выставке и о юбилее Александра Александровича Щербачева, конечно, как я уже сказала, мне кажется, это на самом деле огромное достояние нашего региона в сфере культуры и вообще как некий уже бренд региона. Та архитектура, замечательная музыка, архитектура, которая заложена в зданиях, построенных Александром Александровичем. И очень приятно, что многие эти здания сегодня живут, а в них располагаются учреждения культуры. Под экспозицию отведено четыре зала, они разделены тематически. По словам родственницы архитектора Ольги Щербачевой, самая дорогая ее сердцу комната – та, в которой представлены его личные вещи. Вот в этой комнате – это вот моя душа, можно так сказать. Вот эти вот фотографии, их вообще никто никогда не видел. Вот 50 лет вот эти фотографии – это уникальные фотографии Александра Александровича, он в Крыму. Это экранный камин, который он защищал от искра, от всего. Там нарисован ангел. В отдельном зале представлены фотографии зданий Александра Щербачева, сделанные современным самарским архитектором, заведующим кафедрой архитектуры сам ГТУ, автором фундаментального исследования – архитектура Александра и Петра Щербачевых в Самаре – Виталием Самогоровым. В центре зала расположены макеты домов Щербачева, созданные учениками детской школы-студии. Виктория Шарая, Константин Головин. События. В выходные 29 и 30 апреля в Самаре пройдет межрегиональный фестиваль-конкурс хоровой музыки «Пасха над Волгой». Он посвящен 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова. Фестиваль пройдет по благословению митрополита самарского и новокубышевского Сергия. В нем примут участие профессиональные хоры и ансамбли, клиросные хоры, учебные хоры музыкальных училищ, колледжей и вузов, духовных учебных заведений. Всего 18 коллективов из разных регионов России. Почетным гостем станет Светлана Феодулова, обладательница самого высокого голоса в мире, занесенного в Книгу рекордов Гиннесса. Фестиваль пройдет в концертном зале Собора Святой Софии. Программа рассчитана на два дня. Кульминацией станет большой галоконцерт. 30 апреля в 17 часов вход свободный. Самара, она должна звучать. Звучать, причем мы же называем межрегиональный фестиваль. Пускай она звучит, пускай люди сюда приезжают из разных регионов. Это благотворительное мероприятие, оно бесплатное совершенно. Иногда, скажем, у людей нет возможности прийти, послушать какого-то именитого певца или какой-то хор, потому что это стоит каких-то денег, которые не заложены в бюджете на культурные программы. Праздник мира, добра, радости и обновления природы. В этнокультурном парке дружбы народов отметили Навруз. Для гостей приготовили яркую развлекательную программу. Концерт национальных творческих коллективов Самарской области. Презентацию национальных блюд и выставку национальных костюмов. В атмосферу красок и веселья окунулась Ксения Баканова. Веселье и народные гуляния в самом разгаре. Ярко светит весеннее солнце и идет дождь из конфет. Так башкиры, киргизы, узбеки и казахи отмечают Навруз, один из старейших праздников. В переводе с персидского название означает «новый день», «начало новой жизни». Калыс Аданова приехала в Самару из Кыргызстана 10 лет назад. Работает медиком, а в свободное время занимается вокалом. Сегодня исполняет песню «Кыргыз-жири». Она для нее, как частичка родного дома, греет сердце и душу. Даже вот мы в России находимся, но вот эту традицию постоянно мы отмечаем. Я люблю петь, пою. Я там в Кыргызе работала, и там пела я. И вот пригласили, я от души пою эту песню. По традиции к празднику представители народов начинают готовиться заранее. Наводят порядок в доме, отдают все долги и подают на стол различные угощения. Сумаляк – блюда из пророщенных ростков пшеницы, сладкие пахлаву и шакербуру. Гостей принято встречать как самых дорогих. Ведь именно с этого дня для многих мусульман начинается Новый год. «Накрывают щедрый, очень богатый стол, и любой человек, который проходит мимо вашего дома, он будет у вас желанным гостем». «Настроение отличное, праздничное. Мы надеемся, что праздник нам удастся в очередной раз». Праздник прошел при поддержке Дома дружбы народов, региональной общественной организации «Союз народов Самарской области» и администрации Самары. «Дорогие друзья, с праздником Наврусь!» Ксения Баканова, Николай Сидоров, События. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страницах в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго! Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok